здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале сети ножевых магазинов мессер мессер будет очередной выпуск ножевой лаборатории для энтузиастов потому что мы сегодня будем повторно тестировать вот такой вот нож который называется spartan blades poros ну что я здесь скажу я думаю что многие кто следит за каналом на постоянной основе видели тест этого ножа хотя должен признаться он не вызвал какого-то такого особенного интереса у нашей аудитории ну по крайней мере по сравнению с некоторыми другими ножами ролики про которые публиковались в одно и то же время почему так ну наверное пожалуй в первую очередь потому что в нашем тесте надежность этого замка хотя нож заявленными как тактический проявила себя ну как бы не очень шибко чтобы хорошо для тех кто этот тест видел я сейчас покажу такую вещь да там нож в общем то складывается как видите я тоже смог его сложить ну так при определенном усилии но тем не менее скажу вам так что для работы этим ножом как режущим инструментом с ним нет каких-то особенных проблем а мне со своей стороны очень сильно хотелось попробовать вот в такой переточке и посмотреть вообще как вот это все будет работать этот нож по той причине что клинок его сделан из стали 154 см у нас не то чтобы очень много таких ножей попадает на тестирование ну в частности с клинками из этой стали и потом их можно как-то переточить для того чтобы посмотреть как все это дело работает здесь мы с вами сможем оценить вообще как бы как выполнен этот нож на некой микро уровне сейчас про это расскажу как это было все во время заточки и после переточки что у меня получилось но и заодно посмотреть как вот этот нож выточенный скажем так на угол который несколько более тонкий чем золотой стандарт индустрии 40 градусов поведет себя в нормальной режущей работе тут мы с вами все и оценим но в общем то будем делать примерно то же самое что делаем обычно только с ножом ну скажем так для наших тестов с не очень обыкновенной стали клинка все пойдемте к столу поподробнее расскажу что с этим ножом делала потом уже будем резать что я с ножом в конечном счете сделал я перетачил его на общий угол в 36 градусов точил я его с помощью алмазного сета абразивов альфа от техно студии профиль на точилке кадет про отдельно здесь замечу что точил с постепенным повышением угла заточки что в моем случае дает возможность надеяться что каких-то по крайней мере серьезных проблем заточка я в данном случае не испытывал вот здесь вот сбоку вам покажу микроскопию этого ножа сразу после заточки как все это дело выглядит и скажу о нескольких вещах во первых формирование подводов на вот этот угол у меня заняло удивительно много времени при том что я использовал сотый абразив то есть наверное самый жесткий какой у меня вообще в принципе есть но вот этот процесс занял у меня около 40 минут посмотрел почему ну и до убедился вот в какой вещи у этого ножа в виду геометрии клинка мягко говоря не самый острый угол спусков и кроме того он был не самым мягко говоря тонким образом сведен сейчас на ноже при таком угле заточки у меня сведения получается 0809 вот такой вот приблизительно мне по крайней мере удалось намерить на этом ноже в данный момент то есть нож такой ну скажем так изначально даже я в тесте говорил что у него не идеально с режущей способностью и выручает его только именно хорошая качественная заточка потому что да резать он режет но с некоторыми конечно оговорками скажем так я в данном случае переточил этот нож в следующих целях у меня есть такая идея посмотреть как 154 7 конкретно на этом ноже будет вести себя сначала в режущей работе но насколько по крайней мере мои ощущения от этого будут хорошими и тут я думаю что особенных проблем быть не должно ну а потом мы с вами запустим его в какую-нибудь жесткую древесину и возможно столкновение с металлическими сплавами для того чтобы посмотреть не получится ли так что если утоньшить угол заточки этого ножа в достаточной степени то у нас с вами пойдут сколы вот собственно в этом состоит эксперимент который мы теперь с вами начинаем про микроскопию ножа еще пару слов хотел бы сказать покажу вам ее еще раз знать здесь такой как бы странный момент с одной стороны вот как мне лично кажется на этом клинке я на микроскопии в некоторых местах могу прям таки даже карбиды разглядеть я вот на одном из ножей чужой заточки видел такую штуковину но и мне говорили что в принципе у меня это обычно не получается по той причине что я обычно пользуюсь алмазами то есть для того чтобы получить такое качество поверхности нужны какие-то другие абразивы там она гораздо легче получается с другой стороны понимаете вот есть такое место я вот здесь постараюсь его подогнать вот видите как бы такая вот штука на режущей кромки я честно признаться почему-то думаю что возможно это какое-то не очень видимое глазу повреждение которое было получено когда мы работали с этим ножом в предыдущем тесте но вот тем не менее выглядит это сейчас все совершенно замечательно но и я более того прежде чем начать тестирование добавлю сюда конечно вот такую вот сцену я вот этот нож в данный момент именно в рези бумаги ощущая вот не просто острым прям очень очень острым но тут вполне возможно что это уже какой-то некий микроуровень скажем так кристаллической решетки этого ножа который у него там данный момент получается и поэтому я это вот так вот дела ощущаю я пока честно скажу что не особенно глубоко в это дело погружен но тем не менее вот любопытный момент хоть ты умри это на самом деле настолько интересно выглядит что сейчас мне результаты нашего последующего тестирования становится еще более любопытными так друзья давайте мы с вами начнем с тросика и потом продолжим на картоне ну вот знаете то есть понятное дело что он его тычком прорезать может и более того нож ощущается очень и очень острым но вот здесь вот на этом тросике проявляется очень хорошо что с одной стороны такая заточка ну скажем так парадная она вызывает и некоторое количество мыло просто что у меня нож как бы получается что как-то не очень хорошо с одной стороны проскальзывает короче говоря по верхней поверхности тросика а с другой стороны я бы здесь добавил такой момент что у этого ножа такое сведение что мне приходится дать на него определенные усилия он прорезать то прорезает и прорезает ровно но чтобы он туда вошел ну прям это ощущение такое ниже среднего то есть я только что показывал вам как нож режет бумагу режет бумагу то он прекрасно а вот вот это все ну вот знаете как бы это прям не идеально происходит хотя вполне нормально работает и нож действительно острый давайте картон посмотрим теперь с картоном я такую проблему ощущаю гораздо меньше степени у ножа длинный клинок картон тут у меня достаточно подходящий то есть и поэтому да вот это вот кромсать достаточно удобно в общем нюанс такой есть я бы так сказал что я не особенно доволен геометрии этого ножа на микро уровне хотя понятное дело что заточка по идее должна давать ему определенные плюсы в реальной работе но сейчас мы во всем остальном это дело поглядим прежде чем строгать что может вызвать в общем-то некоторые повреждения на кромке само по себе в некоторых случаях мы с вами вот так попробуем распустить бутылку вот я вам так скажу что вот как раз вот в такой работе которая ну как мне лично кажется она регулярно случается у людей которые работают где-то на природе хотя бы потому что вот нужно бывает сделать какую-нибудь вот такую воронку ну там для бензина или чего-нибудь еще наливание каких-то жидкостей она встречается достаточно часто и вот в такой работе нож показывает себя хорошо потому что сведение тут не важно тут очень тонкий материал вы прорезаете и важно только как нож заточен на мой лично взгляд здесь с этим все в порядке ну вот давайте распустим еще сейчас всю эту бутылку понимаете вот здесь как раз вот у меня идет вот это вот ощущение что ну понятно что нарушается геометрия бутылки вот понимаете нет вот этого чувства которое бывает с острыми ножами в более удачной микро и макро геометрии клинка что нож как будто сам режет тут я режу то есть это прям действительно так происходит не сказать что как бы это как-то плохо работает но все-таки вот очевидно что но что когда создавался большое внимание в конструкции клинка было обращено на то чтобы этим клинком было удобно делать именно какую-то вот такую работу то есть что-то куда-то пробивать вот такие вот вещи делать ну потому что все-таки нож тактически предполагается возможность его использования как оружие из-за этого в данном случае но клинок скажем так несколько утратил свои режущие свойства те которые у него могли бы быть теперь давайте с деревом посмотрим как у нас тут получается вот обычно на такой тонкой деревяшки такая заточка она ощущается прямо классные здесь вы знаете ну это не какое-то исключение вот прям я не знаю даже как бы мне вам это так лучше показать но тут вот именно вот это ощущение как будто масло замороженное режешь она вот здесь есть несмотря на то что нож довольно толсто сведен но тут благодаря заточка вот этой всей ну прям чем могу сказать прям здорово это происходит все вот эти вещи прям тык нож действительно довольно легко идет здесь есть конечно ну немного что ли больше усилий чем то к которому я привык на свежих заточенных ножах с более удачными геометриями но это прям реально некий микроуровень то есть если не попробовать два ножа подряд вы скорее всего этого не заметите давайте мы теперь попробуем какую-нибудь такую деревяшку построгать тут она у меня сразу получилось кедровая потверже но то будет покрупнее там будет лучше видно как нож работает но вы знаете здесь вот тоже у меня какой-то прям претензии нет то есть строгает но что хорошо довольно уверенно я думаю что вам то неплохо видно по сравнению с тем что было в его тесте когда мы его снимали ну это прям небо и земля то есть гораздо интереснее получается чем заводской заточкой ну и давайте посмотрим здесь что у нас теперь будет получаться ну да в общем тут мне кажется тоже даже особенно ты разговаривать не очень видите что творит то есть вот здесь ситуация такая что то что сведение у ножа толстая компенсируется именно качеством заточки то есть принципе твердую древесину он режет очень уверенно и я бы сказал так что уже как минимум вот это если вы владелец какого-то подобного ножа на мой взгляд заставила бы вас все это дело переточить но и после вот такой вот мелкой работы давайте все таки на клинок немножко взглянем я позволю себе микроскопию в данном случае не делать потому что не вижу на клинке чего-то такого что ну скажем так могло бы говорить о наличии здесь каких-то значительных повреждений потому что их здесь нет но я в принципе думаю что нам уже понятно что нож сведен довольно толсто он и в том тесте каких-то таких невероятных повреждений на кромке не получал кроме грязи по сути дела ничего но по всей видимости такое утоншение угла заточки какого-то отрицательного эффекта на надежности режущей кромки не производит но коль уж все так здорово по крайней мере так оптимистично скажем так не то чтобы здорово давайте все-таки немножко постучим поэт ножу заодно и замок проверим после всех издевать такую-то работу по идее должен выдержать в том тесте выдержал но и тут наверно тоже выдержит и кромку посмотрим как она себя поведет после такой вот ударной работы знаете вот испытываю такое ощущение что нож толстоват вот этого вот чувство когда ты ножом работаешь он как стамеска прямо древесину так вырабатывает его вот тут как бы нет хотя когда вот ты им режешь вот так как я сейчас делаю левой рукой и поэтому не сильно удобно на камеру но все-таки как бы то есть она здесь вот ощущение хорошо заточного ножа работающего по кроме синий здесь есть но вот вот это вот работа слегка не то опа бум ну что друзья я думаю хватит закрепку мы с вами бы сделал если бы нам это было необходимо сейчас самое интересное посмотреть не пошли ли какие-то серьезные повреждения по режущей кромки и вы знаете вот недавно снимал тридцать пятку по поводу которой у меня есть определенное сомнение но вот в данном случае я и про сто пятьдесят четыре семь скажу что каких-то серьезных повреждений по мере вот так вот в лоб я на клинке в данном случае не наблюдаю но давайте попробуем микроскопию записать и посмотрим не увижу ли я чего-нибудь больше я думаю друзья что если посмотреть на микроскопию сколько-нибудь внимательно то будет очевидно что определенное повреждение режущая кромка все-таки получила но это повреждение которое правильнее было бы назвать именно плавной деградацией то есть понятное дело что вот такие вот удары они не могут совершенно бесследно происходить для ножа и какие-то вот такие мелкие мелкие замины или сколы вы я думаю что сейчас на микроскопии вполне можете наблюдать то есть ну да эта ситуация вполне в принципе очевидная ничего плохого какого-то на этом основании сказать нельзя все это вот работает так как она работает но я вам здесь покажу вот такую штуку сразу параллельно на что я еще не пробовал это делать но понимаете в чем дело то есть вот эту деградацию я даже может быть и в резиной бумаге могу как-то почувствовать то есть на самом деле как бы вот было прям вообще идеально сейчас мы вам просто нормально хорошо режет бумагу то есть это вот так вот действительно работает однако получается такая ситуация про которую я очень часто говорю своих роликах такого плана что можно ли сделать такую работу ножом без ущерба для рабочей остроты да получается что технически это возможно и вы сейчас видите сами как это примерно будет но однако бывают конечно клинки я вот честно говоря так осторожно скажу что вот например порошковые супер стали типа там допустим м390 с магна к там я пробовал подобные эксперименты проводить у них вот этих повреждений меньше то есть они тоже видны на микроскопии но я бы так сказал что почувствовать их вот так вот в резе бумаги как я могу почувствовать их на этом ноже там не получится тем не менее не говорю о том что вот это как-то плохо работает просто здесь очевидно что свойства гораздо более дорогих стали они еще удачнее для работы с клинками складных ножей тут это все вы я думаю вполне понятно тем не менее вот этот нож ну да можно сказать что с точки зрения термической обработки клинка он вот такие действия может выдержать некоторое время никакой особенной проблемы потом с режущей работой вы не испытаете самый малоприятный эксперимент для работы будет у меня сейчас по той причине что я буду портить натурального ту правную заточку которую я сделал на клинке этого ножа потому что при столкновении с алюминием но не бывает такого что вообще ничего на кромке не остается тут сейчас на самое главное самым главным вопросом этого исследования является не получится ли каких-то критических повреждений вот от такого случайного столкновения с чем-нибудь эдаким вот допустим типа алюминиевой пластины которую я для этой цели обычно использую в наших стандартных тестах давайте будем проверять пять ударов потом микроскопию посмотрим постучали давайте так вот сразу глянем не получилось чего вы знаете ну вот я прям вот в этом месте прям стал видеть будем надеяться что это просто царапины на кромке он где-то здесь вот они тут есть но вообще мне кажется что я даже пальцем чувствую как это ощущается на данном клинке давайте теперь к микроскопу пойдем итак друзья микроскопии сейчас перед вами вот примерно на десятые секунды я задержался на том повреждении которые я сейчас показывал вам визуально просто на камеру ну вот да тут конечно ничего не скажешь в одном месте кромка очень плохо пережила столкновение с алюминием то есть видно что ну прям такой появился замин причем это замин который я вам показывал он даже в общем-то визуальным контролем может быть замечен в остальном я вот так вот по кромке прошел достаточно внимательно вроде бы как больше каких-то серьезных повреждений от вот этих ударов по алюминию я лично заметить не смог ну может быть они там где-то и есть но по крайней мере вот такого вот заметного повреждения которое у нас есть в первом случае здесь дальше больше нигде нет ну и давайте вот так вот в завершении этого эксперимента я примерно тем местом где вот это повреждение находится но вот где-то вот тут у меня получилось вот тут я надеюсь что даже вам его видно будет в данном случае видно что вот в этой части кромки есть такое заметное повреждение я попробую им резать бумагу то есть мне хотелось бы понять ну видеть то мы его в микроскопе видим но вот видите как получается то есть вот вот этого ощущения что нож как-то заметно цепляет его нет даже в той ситуации когда мы с вами на визуальном контроле повреждений видим то есть все таки я бы так сказал что ну ничего катастрофического от подобных столкновений с тем или иным металлическим сплавом клинка заточенного подобным образом сделанного из этой стали в общем то не случается да понятное дело что это перестает быть идеальным но все таки я считаю что можно не бояться если у вас нужно действительно сделать какую-то работу и клинок может получить такое мелкое повреждение то ее все таки можно вполне спокойно делать на общее режущие свойства ножа это скорее всего особенно не повлияет я думаю что все энтузиасты для которых снят этот ролик смогут из увиденного сделать свои собственные выводы и поэтому настоятельно предлагаю поделиться ими в комментариях даже если не совпадают с моими собственными от себя вот сейчас сразу после тестирования скажу две таких вещи но с одной стороны знаете я испытал некоторые разочарования я надеялся что на микро уровне этот нож исполнен несколько что ли более режущим оказалось что это не совсем так толстое сведение но от некоторых нюансов работы такой нож не спасает даже вот такая вот ручная заточка хотя от некоторых с другой стороны вполне себе спасает второй момент связан с этим тестом заключается в том что в принципе я вот могу сейчас уже как-то на каком-то знаете ну не что ли лабораторном а на каком-то уровне ощущений уже отследить разницу которая есть между вот такими вот проверенными но все-таки относительно на данный момент времени недорогими сталями и теми сталями которые уже сделаны по порошковой технологии и достаточно неплохо закалены что называется сталями подороже потому что есть вот такой момент что здесь от ударной работы уже деградация достаточно четко прослеживается она с одной стороны не позволяет говорить о том что нож становится тупым там допустим после того как я древесину рублю этого ни в коем случае не происходит но с другой стороны эта деградация немного заметнее чем в тех случаях когда вот ну например я недавно тестировал нож от компании call steel с клинком из стали с 35 вен вот там и сведение получилось несколько потоньше и надо сказать что вот эта деградация от ударной работы она была несколько менее заметно даже на микроскопии а вот так вот в тесте бумаги я вообще ее почувствовать ни в каком виде не мог здесь рабочая острота ножа более или менее сохраняется но вот эти вот мелкие зацепы они конечно же появляются но и другой вопрос что наверное о том как вот этот клинок переживает столкновение с алюминием я предоставлю судить вам сами у меня свои выводы что в общем то ничего катастрофического не происходит но я еще на постпродакшене потом посмотрю как все это дело выглядело потому что ну вот знаете тут у меня короче не осталось какого-то однозначного впечатления поэтому если оно есть у вас опять таки поделитесь в комментариях с вами на канале сети ножевых магазинов мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока